Два года исследований и подготовки, и вот проект перешел в практическую стадию. Теперь на установках стройтехники можно делать теплоблоки. Кондор и Рефей Универсал новинку уже освоили. К концу года в этом списке появится Буран, самая мощная модель из линейки. Из теплоблоков строится спортивный зал для работников предприятия. Здесь надеются, что и в городе новому изделию найдется применение. Когда в городе будет много программ по строительству, в том числе и по веткому жилью, и вот это применение такого материала вполне уместно. Это удешевляет и ускоряет строительство. Теплоблок с прослойкой из пенопласта весит 25 килограммов. Он на 12 килограммов легче своего полностью каменного аналога. Но самое главное, для сохранения тепла достаточно стены из таких блоков толщиной всего 30 сантиметров. Строители, оценив новинку, пришли к выводу. Она стоит того, чтобы рекомендовать ее заказчикам. Ростов большое дело сделал, только единственная просьба сейчас – получить сертификат. И я думаю, что его нужно применять обязательно, тем более по Челябинской области. Тем более такие установки, они недорого стоят и действительно вещь делается. На новинку нужно обратить внимание, говорят эксперты. Недорогое оборудование, простой производственный процесс делает ее привлекательной и для крупных компаний, и для тех, кто строит для себя. Я считаю, что камень достойный, камень по качеству, я уверен, даже не хуже, если не лучше. И в этом отношении, наверное, вопрос к нашим жителям, вопрос в целом, будем интегрировать данное производство, постараемся выйти на место строя, чтобы поддержка была со стороны правительства в Челябинской области. Я считаю, что не только строить, сами установки 400 тысяч стоят. Изделие ничем не уступает Копейскому теплостену, из которого в Златоусте в прошлом году были построены два дома для переселенцев из ветхого жилья. И после получения сертификата планируется начать работу с Министерством строительства. Так что не исключено, что в 2014 году новостройки будут возводить уже из златоустовских теплоблоков.